В Петербурге пересчитали кадастровую стоимость объектов недвижимости. Оценивались квартиры, нежилые помещения, здания, машины, места в паркинге. В итоге кадастровая стоимость в некоторых случаях существенно увеличилась. Вот как новая оценка повлияет на уплату налога на имущество? Можно ли оспорить кадастровую стоимость? Узнаем прямо сейчас. В нашей студии Елена Анатольевна Ткаченко, профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета, доктор экономических наук. Елена Анатольевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Уже известно, что в 2023 году в России кадастровая стоимость объектов недвижимости выросла у кого-то даже в несколько раз. Получается, что физическим лицам, то есть собственникам квартир, гаражей, земельных участков домов придется сильно потратиться на имущественный налог? Ну, на самом деле, не намного больше вы заплатите налог, чем в предыдущие налоговые периоды, потому что у нас есть ограничения по росту налоговой нагрузки на граждан. Больше 10% явно переплата не составит. Просто с учетом новых ставок, выход на новый уровень выплаты налога будет постепенным, поэтапным. От года к году будет увеличиваться на 10% при резком росте стоимости. И таким образом скачкообразного изменения не будет. То есть оно будет если вырастить постепенно? Оно будет сглаженное, да. Раньше тоже была такая ситуация. Но потом оно все-таки произойдет? Ну, постепенно. Не потом, а постепенно, поэтапно, шаг за шагом. То есть в год на 10% будет прирастать ваш налог, который вы выплачиваете за свое... Ну, то есть через 10 лет удвоится. Ну, на самом деле посмотрим, что будет со стоимостью недвижимости. Потому что сейчас введены стандартные сроки переоценки. Катастроевая стоимость раз в 4 года будет пересматриваться. Хорошо, что это понятно. Потому что раньше здесь была достаточно такая странная ситуация, при которой регион сам решал, как часто переоценивать. Можно было раз в 2, в 3, в 4, в 5 лет переоценку производить. Сейчас все строго унифицировано раз в 4 года. Скажите, где можно узнать кадастровую стоимость своей квартиры, парковочного места, гаража? Самая простая вещь на свете – это зайти в свой кабинет личный на госуслугах. Ровно 1 минута на оказание соответствующей услуги. Через минуту у вас есть выписка по вашему объекту, в котором указана актуальная кадастровая стоимость на 2023 год. Также можно на сайт, наверное, Росреестра. Да, можно зайти на сайт Росреестра, запросить там информацию. Указать обязательно точный адрес. Который не очень себя комфортно чувствует в электронной среде, можно сходить в МФЦ и точно так же получить выписку автоматически и бесплатно. Просто ее оформит оператор. Мы уже сказали, что кадастровая стоимость, она влияет на величину налога на недвижимость. Можно ли самому вот как-то посчитать, каким будет налог, чтобы понимать, какая сумма у тебя будет осенью, когда мы все должны будем уплачивать? Да, конечно, можно. Во-первых, я надеюсь, что в ближайшее время на сайте налоговой нормально заработает налоговый калькулятор. Там есть специальный такой налоговый калькулятор, в который вы можете войти из своего личного кабинета и автоматически рассчитать величину налога. Но, к сожалению, сейчас там ведутся работы технические. Посмотреть вот прямо сегодня не получится. Зато можно воспользоваться. Любым другим налоговым калькулятором их несколько предлагается онлайн. Но самое простое, это просто по формуле взять и посчитать. Вы берете из актуализированного банка данных стоимость своего объекта, умножаете на налоговую ставку и на долю владения в объекте. То есть, если вы единоличный собственник, то на единичку. Если там половина квартиры, 0,5, вы посчитаете свой налог. Если он больше, чем на 10% превышает сумму предыдущего налога, тогда вы его скорректируете. Возьмете предыдущую, умножите на 1,1 и получите. То, что к выплате подлежит. Кадастровая стоимость объекта – это оценка государства стоимости недвижимости на рынке. При этом все-таки с реальной рыночной стоимостью… Расходятся. Да, эти цифры расходятся. Почему такая разница возникает? Дело в том, что идет так называемая массовая оценка. Ну, посмотрите, сколько у нас объектов недвижимости в городе. Разве реально каждый оценить индивидуально? Ну, конечно. Конечно, нет. Процесс оценки – это, в принципе, процесс творческий, индивидуальный, учитывает очень большое количество параметров. То есть, усредненное. А вот какие параметры, кстати, учитывают при кадастровой оценке? При кадастровой в обязательном порядке учитывают местоположение объекта, развитость инфраструктуры, район, специфику домостроения или другие характеристики объекта. То есть, на самом деле, учитываются все значимые параметры, которые влияют на стоимость такого типа объекта. Елена Анатольевна, правильно я понимаю, допустим, дом сдали 5 лет назад. У него была одна кадастровая стоимость у квартиры. И в течение этого времени ввели, допустим, метро. То есть, кадастровая стоимость резко у такого объекта будет увеличена. Ну, не резко, но вырастет, конечно. А можно где-то выяснить, какие сведения использовались при вот этой оценке? Что брали специалисты за основу? Метро, местоположение, садики, школы? Конечно, конечно. Они указывают это все? Смотрите, что учитывалось при оценке конкретно вашего объекта, нет. Но зато есть методические рекомендации. Эти методические рекомендации утверждены приказом. Я его назову номер, чтобы можно было посмотреть, хотя там 112 страниц в документе. Это П-0336. Приказ такой есть в Росреестре, в котором указана четко методология проведения оценки. Там четко перечислены параметры, которые принимаются в расчет. Соответственно, можно зайти там на первых трех страницах, все самое интересное сказано. Остальное тоже для специалистов. Можно ли кадастровую стоимость оспорить? Можно через суд. Мне кажется, она слишком замышлена и занижена. Через комиссию можно тоже. Смотрите, у нас согласно законодательству кадастровая стоимость не должна быть выше рыночной. Это однозначное требование. Если по каким-то причинам выше, заказываем независимую оценку, получаем оценочное заключение. Просто без этого документа с вами разговаривать никто не будет. И сначала идем на комиссию Росреестра. Комиссия рассматривает ваше дело. Если у вас нет каких-то ограничений, обременений, которые делают вашу оценку недостоверной, комиссия соглашается с оценкой, кадастровая стоимость пересматривает. Если не пересмотрели, тогда в суд. А скажите, а на какие параметры помимо налога на недвижимость влияет кадастровая стоимость? На самом деле кадастровая стоимость позволяет вам подтвердить свое имущественное положение. Это важно, допустим, в тех случаях, когда вам нужно взять кредит, в тех случаях, когда вам нужно подтвердить свое имущественное положение, ну, допустим, при получении зарубежной визы, это тоже важно бывает. Это важно также в различных случаях, которые связаны со сложными имущественными отношениями. Вот тогда кадастровая стоимость, актуальная, адекватная кадастровая стоимость, это важно. И на самом деле раньше была масса проблем, связанных с тем, что у нас есть хороший объект, мы не можем получить необходимую сумму кредита, допустим, под залог этого объекта, просто потому что у нас текущая оценка абсолютно не соответствует рыночной. Елена Анатольевна, решила проверить свои знания, зашла на сайт Росреестр. Мне было просто интересно, вот какая кадастровая стоимость у Большого Екатеринского дворца в Царском селе? И сумма оказалась, на мой взгляд, не очень большая, 57 миллионов рублей. Я пошла дальше. Можно себе позволить, да, особенно если в складчу, но так можно купить. Сколько стоит Большой Петерговский дворец? 50 миллионов рублей, ну чуть выше. А почему такие цифры? Ну, на самом деле это вполне понятно, потому что подобного рода объекты у нас по рыночной стоимости никто оценивать не будет. Это инвентаризационная стоимость с учетом накопленного износа и с учетом того, что там минимизированы стоимость земельного участка, потому что это государственная собственность. И с этой точки зрения получается, что действительно Большой Петерговский дворец стоит примерно как квартира. Да еще никто не прописан. Ну и все равно, друзья, для нас, понятное дело, эти творения бесценны, ведь в них вложил свое мастерство и душу русский архитектор итальянского происхождения Бартоломео Растрелли. Благодарим Елену Анатольевну Ткаченко, профессора экономики, и продолжим разговор о знаменитом архитекторе.